здравствуйте уважаемые друзья зрители моего канала с вами олег я ворович и его вечерняя рыбалка сегодня со мной в лодке йосипович вот принципе я на рыбалку не собирался идти но есть почему я пригласил на вечерний клев обещал супер рыбалку сказал рыбалка сегодня будет как на черных камнях обещал и пищал по большому счету мы начинаем рыбачить времени у нас не так много до заката солнца осталось буквально часика полтора может быть два и так поехали так начну с того чем я буду сегодня рыбачить ну что у меня новый спиннинг фирмы джексон ребят прислали на тест вот сейчас я уже с ней вторую рыбалочку первую рыбалку она показала замечательный результат вот правда к сожалению пойман был не хищник я все-таки был не уверен как себя палочка это поведет при хорошей нагрузке но она показала очень хороший результат как для меня палка с тестом 2520 и длина вот такого спиннинга 240 вот пока я вам рассказываю есть пусть там поклевку вроде бы видел вот конкретную сказал поклевочку видео но к сожалению ну как бы не поймал вот так что в принципе моих видео вы еще увидите вот эту палку фирмы джексон палку прислали ребята с интернет-магазина карп зандер вот если кому будет интересно почитать об этом об этом спиннинге я оставлю ссылочку в описании под видео и там можно почитать все технические данные производителя вот этого спиннинга вот ну в принципе есть тоже некоторые маленькие и недостатки вот что мне как бы не понравилось пока ну возможно притрется вот не понравилась немножко ручка мы чуть-чуть есть как-то что-то очень худенькое такое пластмассовое вот если бланк такой интересный цвет классный у него кольца хорошие но принципе все распределение мне понравилось он такой звонкий четкий пока мне нравится вот вот ручка немножко как бы неудобная но хотелось бы чуть-чуть как бы что-то покруче все-таки на улице 2017 год а у нас модель ручки ну как минимум лет десять катушка у меня стоит рую биоксия двухтысячная шпуля вот шнур сейчас у меня намотан фирмы pestefan вот диаметр если не ошибаюсь 009 если кому будет интересно такой шнур он недорогой он показал снова неплохой результат все-таки на первой рыбалке с этим шнуром и с этим спиннингом я вытащил вон там карп бросился я вытащил неплохого карпа ссылочка будет в описании под видео вот так же у меня стоит флюрокарбон поводочек флюрокарбона в основном мы вяжем сами своими ручками как бы магазинным пока не доверяем флюрокарбон стоит у меня фирмы сосам и диаметре 0 35 миллиметров сегодня буду рыбачить ребят на активную приманку вот все-таки попробую снова использовать вертушки фирмы maps вот размеры будут разные процессе рыбалки я вам покажу какие будут вертушки используются но также я буду использовать и резину рыбалки вообще все говорят что нет а чё говорите если я сегодня утром тоже был на рыбалке я клёво совершенно не видел вот я использовал разную резину разные приманки там дорогие дешевые но результат был 0 и вот вечерком все таки я решил снова покатать на активную приманку итак я начинаю рыбачить покажем нормальным пацанам на шо ты ловишь я мою ты ж поклевку уже бачил а я пока говорил ну у ёсьповича палка golden cage длина палки 228 ну конечно она немножко укорочена после нашего ремонта в некоторых видео я рассказывал тест у ёсьповича 418 вот такая палка у него служит уже очень очень давно бюджетный вариант палочки он показала замечательные результаты уже много лет снова же на канале кому интересно посмотреть вот технические данные что может вот эта недорогая палка показать на рыбалке смотрите в моих роликах там все четко показано как она держит шикарные экземпляры и при этом ёсьпович я чувствует кайфово вот катушечка у него ruo bx я 3000 наш пуля олег привык вот к этой катушке говорит что ему очень удобно у меня 2000 у него 3000 то есть у нас как бы есть чем сравнить сегодня шнур ёсьпович тоже поставил себе фирмы писцефан вот диаметре 0,09 если я не ошибаюсь да ну возможно да желтый цвет писцефана вот тоже очень доволен такой ниткой держит просто исключительно ёсьпович сама я кого ты вытянул на 8 килограмм ёсьпович вытянул сама и ниточка вытремала просто суперово вот так же у ёсьповича стоит флюорокарбон фирмы той же сосама вот 0,35 диаметр да да ну в принципе все очень идентично вот олег сегодня будет ловить на резину я буду все-таки ловить на железо и посмотрим результат вот например олег сейчас поставил вот такую хитрую резину это бюджетный вариант резины вот этот кондор это недорогая резина но она иногда показывает такие результаты что иногда какие-то тупо отдыхает джиголовочка у него стоит 6 граммовая так как глубина здесь маленькая порядка метр тридцать метр сорок не больше сейчас вода сильно упала ну одним словом ребята мы начинаем рыбачить посмотрим что у нас выйдет с этой вечерней рыбалки рыбачим мы как всегда на своем любимом водоеме водоем находится в центре украины масштабный водоем 72 гектара правда водоем немножко заилистый ну немножко это так слабо сказано водоем с каждым годом мельчает тем более в этом году дождей совершенно нету вот уровень воды сильно да сильно сильно упал и что самое интересное хищник перестал вообще показать какие-то результаты вот почему-то мне захотелось половить на вертушку может быть раздрочить какую-то щучку но пока это мне не удается не знаю почему вот вертушечка тяжело ведется так то она падает на дно бьется об траву в заросли но поклевки нету мы постоянно меняем место расположения мы ищем мы ищем и не можем найти есть бросает вправо я бросаю влево разные приманки ариз доха результат все тот же спиннинг конечно интересный все таки вот впечатление первое после моего депсия 270 которыми я всегда ловил мы сейчас у меня в руках 240 ну есть разница есть трое разные совершенно как бы мне нужно привыкать к этому спиннингу но пока все идет нормально жалко только что нету поклевки что мне понравилось в этой палке что она получается как бы универсальная я могу забросить что джигаловочку что вертушечку то есть принципе меня это устраивает вполне погода конечно у нас летние температура достигает порядка 35 градусов правда сейчас дует ветерок такой южный мы мерили пару дней назад температуру воды в верхних слоях эхолотом температура воды была 31 градус так что особо на поклевку рассчитывать и не приходится я думал рыба утром будет клевать более активнее ну как бы за ночь немножко водоем остывает туда-сюда но была ошибка я сегодня утром не видел ни одной поклевки вот был был только что видимо ударчик ну вот наверняка та белая рыба была даже хищник все таки бы догонял обкатываю новую палку йосифович дивлюсь как палка работает мать твоя зана ну да не сопротивление очень есть а вины пидаются сюда ли вообще не . что на никопоняешь 009 не нитка классно ну сейчас пидаются не обкатал понимаешь я же не чувствую эту новую палку ха 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 хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх На все 100 метров, от твоей кладки, Олег, сюда, до ванки. Может быть и так, просто не форсирую его, понимаешь, потому что не знаю, как этот спинг поведет себя, понимаешь. Да? Подиви, что робот, подиви, и прям бьет так, что капец. О, это уже краска, усилия на рывок, она подпиздастся просто. Вон прям бьет там, а что там оно так еду, фиг ее знает. На всякий случай. Ну да. Ну что, тогда я встану, наверное. Отбие, а все, а наверх не иди? А, вон, уже что-то вильнуло, бачу, водочка зверху. Ну так палка держи, конечно. Да, стоите, все, не иди сюда. Тин, 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 тин. Сколько можно тинькать дорогой? Сколько? Если что, забудете его туда. Ага. Тут трос. Диви, ну ты, я, мая. Ну давай, Радимый. Вчера я вручная, потому что разами как-то подтянуть трошки катушку. Иначе будем тут пів часа. Пів часа будем, да, да. Ну а ты мне что-то подмотал, оно взмотало все еще и диле. А на дождь все так. Ну, он тоже все же не привык до того спиннинга. Потому что с этим спиннингом я ловил сколько, а я его уже чувствовал в дадо я, понимаешь? А для него это же новый спиннинг. Да, флюрик бачу, рыбе не бачу. Кто на голову и внести? Не знаю, кто там. Похоже на то, бо я не могу поднять ее. Пидсачек подняешь. Пидсачек подняешь. Иди, иди, что делай. Бьет и все, Олег. Посмотри, что делай. Не вижу. Да? Точно, да. Вертушечку ударил. Японский бог, а? Подиви, Олег, он хвостом до горы. Что ты ему сделаешь? Голова внизу. Это же капец будет. Подиви. Не похоже. А то я ее и не могу подняти. Думаю, что такое не поднимается. И все. Ну, главное, что палку тест пройшла палка. Да, не по-спортивному. Я знову ж таки радый. Был удар такой четкий. Был, знаешь, затирный еще. Смотри, не дается. Ну, поднимай. Да, опускай писачек аж под него, под голову. Мимо. Мимо. Да, я immune себя. Был? Ха-ха-ха-ха. Добавь, диви, диви. Він чувствует пичачек. Ой, все. Сейчас, я не умил тебя. Умил тебя, да? Ой, анекдот, блин. Я такой радый. Удар такой. Тун, где? На тебе. Добавь, Саша. А он хвостиком, бац, ударил. Нет, нет, такого, весь, руку прокрутил. Ну таких килограммчиков пять есть, да? Да. Подиви, ну надо же так, ай-яй-яй-яй. Дорогой мой друг. Я говорю у меня, как его накукаться. Ну подиви. За хвист, да, за перо, он бы утек, понимаешь, как бы не за оце крайнее перо, а воно же крепкое, это перо, что капец. Подиви, витягну все легесенько. А держался в натяжке все время. И вот на миг бедный, видимо, не судьба. На вертушечку, да, красавчик такой. Да, килограммчики пять, ну четыре-пять, я законно. У них такие вуса классные, как у дядьки. А, я бачу на видео, да, 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 да. А я её врезал. Хвоста бутушки такие. О, о, о. Выбери себе такие-такие. Ну короче, поздравляйте, я пивал в коробке, по килограмм на сорок. Двадцать е. Двадцать нигде, да? Да. Хороший коробчик. Хороший коробчик. Ну жалко, конечно, не по-спортивному. Ну что ты делаешь? Надо поклёвать. Давай, Ёспож. Внизло. Та ну. Не, ну хорошо, палочка отбывает каждый. Вот удар лепестка я прямо чую её. Понимаешь, вот прям тин-тин-тин. То есть она такая стройная палочка получается. Звонка. И дно я чую ним тоже. А, кстати, я говорил за синицерколи. Оказывается, в синицерколи судак. Понимаешь? Да. От килограмма до полтора. Я с сеткарём говорил. Він там с сеткой ловит. Да? Ну там непонятная история вообще с этим водоёмом. Ну в принципе, мы можем позвониться, узнать с людьми, переговорить. Куда повернуть? Вот. И... Короче, он вывез рыбу продавать, вот. Ну я же её знаю хорошо. И он рассказывает мне всю историю, что там половая... Кажу, не понял, судак откуда. А он говорит, зверь ты. Вед килограмма до полтора. И судака говорит, просто немерено. Интересно, конечно, было. Только там, наверное, лодка надо, понимаешь? А? Парень. А? Парень. Верным путём идёшь, товарищ Ленин, да? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. что такое я в траву здесь попал наверно а драка происходя так же мепсика петерочку зараз чипем чтобы он уже погуркотил там по дню и поднял нашу ленивого сомика больше пачка кого-нибудь да что уже не кидаем пока результат ну никакой и так уважаемые друзья рыбалка наша к сожалению подходит к концу как бы солнце уже село но мы еще бы могли оставаться на водоеме но тем не менее на закате там очень большие молнии и уже гремит то есть и уже несколько капель упало дождя то есть мы будем сматываться и удирать потому что домой нам нужно наверное минут 15 дали минут 15 надо нажимать на весла чтобы успеть доплыть до берега в принципе рыбалка то не особо нам удалось у нас при лове один карп и еще как бы какой-то тычок был у олега но мы не совсем уверены что это была хищная рыба хищная рыба совершенно отказывается сейчас брать так что если наша рыбалка была вам интересна поставьте пальцы вверх подписывайтесь на мой канал и оставляйте свои комментарии всем удачной рыбалки с вами был Олег Яврович с Йосиповичем на лодке пока до новых встреч оце дождь уклипал японский бог ну что надо нажать на педали подвиги дождь рясный да короче я так понял спешить уже нема куда поки доплывем все равно ну мокрый уже будет так что плывемо и травимося кислородом озон озон о знову Бозя калачи везет вот вот Продолжение следует...